ребята всем привет у нас сегодня шикарная погода минус 22 градуса я прилетел буквально вчера с германии с берлина там плюс 15 у нас сегодня 20 градусов слышите как снежок скрипит ну что возвращаемся к нашему объектику есть хорошие новости и плохие в нашем случае мы начнем наверное с хорошим мы никого не затопили и никто не пострадал это хорошие новости согласитесь знаете какой шикарный шланг вот с него наверное начнем и так мы вместо того чтобы устроить здесь лифтовую шахту решили сделать бассейн немного иронии мужики говорят ничего страшного как бы можно же баню здесь делать и будку петь зачем лиц клиенту правду шучу значит смотрите наш прикол в том что под бетонным слоем под бетонным слоем у нас где-то 15 сантиметров щебеночное поле где-то в районе 20 сантиметров и все выучили училище раньше для чего нужна щебенка для детонации воды то есть вот там ходит чистая вода и она двигается спокойно и на видео где-то здесь ниже наверное видели что как мы только вскрыли выяснилось что мы попали в жилу и там такое ощущение как река течет под нами то есть вот вода вот реальная река течет и терять вот и получается что там где щебенка там чистая вода идет мы кидаем туда простые насосы и мы справляемся с тем что мы откачиваем воду и начинаем погружную опалубку наша мысль заключалась в том что мы качаем насосом опускаем погружную опалубку она не дает подмывать фундамент слева справа заглубляемся еще где-то на 70-80 сантиметров ниже ставим туда пластиковое ведро сверху закрываем тканью кидаем насос все это полиэтиленом ну пароизоляционной пленкой 160 микрон в ней устанавливаю на палубку и бетонируем ее а насос качает до тех пока не сдохнет и мы его там хороним и потом обрезаем этот шланчик его гидроизолируем вот у нас внутренняя шахта посередине бегущей реки то есть идея у нас было такое но еще мы столкнулись нам же ведь глубоко надо туда заходить и как только мы в глубину туда поперли то беда случилось в том что там мелко дисперсионный песок и этот песок забивает насосы и сейчас первое что мы сделали прозрачный шланг то есть что получается насос например твой качает предположим там в час тысячу кубов а ты поднял муть песок забивает эти лопасти и он уже не качает эти тысячи кубов качает например 100 на выходе ты видишь что вроде бы течет чуть-чуть водичка он гудит вроде как работает и ты понимаешь что чем глубже ты закапываешься тем воды прибывает больше а на самом деле тупо не справляется насос разумеется мы ставим второй насос третий насос и все то же самое три насоса нихрена не спло но не не получается у нас были советы от бывалых поставить туда погружной насос тот который в спицы ставится согласен но это мы должны поставить чтобы реализовать нашу задумку а чтобы элементарно погрузить еще опалубку найти там необходимых 30 сантиметров потому что песок настолько плотный что лопата его нельзя копать его забиваешь лому один из вас сделал ценный совет он сказал возьмите бур которым вы свои сверлить и сверли будем и подкидывай лопаты но общем вот такая жуткая работа который мы вообще не были готовы эти из плюсов то что вода не поднимается выше она стоит на этом уровне это очень хорошо то есть вот она стоит вот эта опалубка она у нас для того чтобы не подмывался песок и внутри мы здесь соберем свою опалубку и забетонируем сейчас у нас мысль такая кто-то говорил что этот говноосос который канализационную воду откачивать кинуть его суда но ты можешь просто откачать для того чтобы подкопать это тоже не решение проблемы и прикиньте куда он должен вывести это беда и так нам осталось последний вот этот вот пройти 30 сантиметров и наша сейчас мысль такая мы берем мощный насос 1 в прокате 3 у нас уже есть обязательно должен быть прозрачный шланг чтобы ты видел что он полностью заполнен а не какую-то часть следующий момент как я сказал сейчас минус 20 то есть когда тоненькая струйка течет на улице она успевает замерзнуть и вот это вот поле каток который вода же не впитывается в землю вокруг нас есть соседи кто из соседей захочет чтобы мы залили каток вокруг не получается и вроде как через два дня у нас опять будет ноль или там плюс 2 и мы тогда продолжим свои работы поэтому видео выкладываем маму онлайн вот я сейчас закончу прямо сейчас выложу если у тебя есть какая-то мысли какой совет как нам лишь какая-то шапка крутая выйти из этой интересной ситуации подсказывает и потом с удовольствием озвучим кто нам помог сейчас пока парень из ирландии к нам обратился с украины и из бельгии очень приятно что вы так живу реагирует это круто сейчас мы готовимся рассматриваем еще разные версии напомню сейчас как мы только откачаем 20 сантиметров просто будет лупить река чего она будет лупить оттепель сейчас еще мы замерзшие это с одной стороны плюс другой минус а с другой стороны еще будет давление сверху воды но на этой глубине здесь всегда плюс поэтому замерзла этом земля ли не замерзла но чуть больше воды накида чуть меньше накид какая разница он все равно есть от этого не убежать поэтому в минус нельзя потому что каток и замерзает труба и потому что в любом случае вода здесь есть сейчас все в таком еще два дня мы прям обмазгуем рассмотрим все возможные версии выслушаем твои версии в комментариях прям с удовольствием вот мы пойдем пойдем напомню что мы в частном доме им лифт и наша задача чтобы лифт с этой площадке опускался сюда вниз в подвал удобно старика например у кого инвалидная коляска просто овощи фрукты разные тяжелые предметы поднимать сюда вот такое пожелание у клиента и это лифт будет самый дешевый который только возможен если вы покупаете оригинальные лифты конечно не стоит космос этот лифт производства латвии парень его наш клиент изготовил сам пролив отдельно поговорим позже когда мы сделаем подготовку к нему видео специально для тех коллег которые действительно интересно чем цвета закончится потому что если честно мы тупо втерлись мы не ожидали вот такого сюрприза и честно в голове было что мы прям выпилимся зальем за сутки свалим на новогодние каникулы а после нового года придем и продолжим работу ну к счастью что клиент толковый мужиком все понимает и говорит было предположение что так она и будет сейчас увидел шланг покажу чем хорош прозрачный шланг почему именно его берите а все остальные шланги нет вот показываю видите сколько реально это мелкодисперсионный песок и где-то здесь метров наверное шесть на шестом метре вот он такой и ты видишь что он тебя забит или не забит и ты можешь видеть контролирует насколько идет поток воды полный шланг неполный его видно поэтому пока подказ подсказка одного из вас и было что ребята первое что нужно для контроля прозрачный шланг я это всерьез к этому не отнесся если честно думаю какая разница какой шланг насос работает и работает все у нас получается до какого-то момента как только вода стала мутной насосы встали мы блять ничего и понять не можем и появилась такая я говорю предположение что вода слишком быстро поступает а если вода слишком быстро поступает то паника не залет ли нас чтобы тут залила всю аппаратуру и технику вот тут честно говоря немного очканули не каждый день все-таки такую работу я даже согласись ну что ж у нас еще есть два дня до старта видео заливая прямо здесь и сейчас сразу если у тебя есть какая-то подсказка давай поучаствуй будь такой совместный контент покупка